привет коза как проводится съемки вы знали что сложно ловить зайцев ну что у нас 2 тренировка второй день подряд всем привет ребята меня зовут марина добро пожаловать на мой конный канал сегодня будет очень длинный влог но я надеюсь вы досмотрите его до конца потому что он будет реально интересным в этом влоге я поеду на конюшню на целых два дня с ночевкой кто новенький на моем канале и не знает есть подруга женя и вся конюшня это ее лошади все это хозяйство это ее родители поэтому у нас есть такая возможность ночевать конюшню в общем смотрите этот влог надеюсь вам понравится и вы посмотрите как же мы проводили все эти два дня на конюшню приятного просмотра вот только попробуйте сказать что у нас не лето сегодня 9 мая как выглядит то как мы тащим препятствия до поля в принципе это как-то так я нашла способ как дотащить колеса он же не несет жерни а я качу колеса уже рука такая грязная просто мы еще в этом году на этом поле не прыгали вообще не прыгали поэтому приходится тащить все препятствия сейчас ценим мы пришли за остальными препятствия будем еще стащить они такие тяжелые мы зашли к жене и смотрите какая здесь красота с днем победы друзья просто посмотрите так первый этаж мы решили вывести коней наконец-таки пойти прыгать на поле мы их выявили потом мы пошли в дом там посидели мы еще так и не почистили потом мы пошли джене джене домой чтобы взять коробочку мы не взяли коробочку для криппа 1 мы забыли мы забыли это все что хотелось мы берем ушки берем шлем но все сейчас мы взяли вроде бы все вальтрап ушки шлем и идем чистить коней погода сегодня она вроде бы и жаркая вроде бы и принципе нормально тепло-то комфортно для тренировщики так скажем я думаю мы сегодня хорошенько так устанем все таки не зима ну что мы несем седла подготавливаем все для того чтобы заседлать лошадок на поле мы уже все расставили осталось приготовить поэму и марку на меня нападал шмель которого я сначала назвала шлем вот такие дела он просто покушается видите его и ветка за я не могу застегнуть это крагу берем еду так я сейчас беру марго а а а А еще я забыла бинты, и теперь я иду за бинтами. Сегодня у нас морковь будет полностью в комплекте. Модные. 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 ığını, выяснила. Двигай, двигай, двигай. Хорошо, хорошо. Додвигай ножкой. С ней надо ногой двигать ее. Не расслабляйся. Я вообще боюсь. Только она уходит. Рысью, 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 рысью. Едешь, едешь, едешь. И сюда уже. Вот здесь повернула лошадь. И высылаешь жгалоп ее. Хорошо. Я здесь страшно буду стоять. А почему ты на меня-то едешь? Потихонечку. Пусть с Руси. Пусть будет с Руси. Ничего страшного. Да, Рыся. Руки в сторону не разводи. Пусть. Веди нога. Две ноги, две руки. Вот так. Похвали. Молодцы. Лучше бы вообще, чтобы она не гуляла коробка. Тогда надо ложиться. Как проводятся съемки. Я ничего не снимала. Ну, как бы, как думали. К нам неожиданно пришли помощники. Дубль 358. Гоу-про. Стоп. Кадр. Как он отключается? Гоу-про. Что я хочу вам сказать. Мы наконец-таки это сделали. Наши помощники уходят. Мы остаемся опять здесь. Нам нужно отснять еще один клип. Этот клип будет с лошадкой. Блин, надо воды было взять. Давай его в конюшне заснимем. Вот такие дела. Да. Вот с Марго мы засняли раза с третьего, наверное. Я очень рада. Вода, ребят, она нужна? Да. Там же прикол, что ты типа поливаешь, и она вырастает. Ну, пойдем возле конюшни. Мы убрали в сторону все препятствия. И, наконец-то, мы идем в конюшню. Жесть, мы так устали. Мне кажется, конечно, Женя больше устала, а она на много раз больше прыгала. Капец. Самое ужасное, что я натерла мозоль. Я так и знала без перчаток. Это пипец. Мне так больно сейчас, потому что как мы хотели ездить. Обязательно, ребята, носите перчатки. Мне просто они придут через месяц. Тогда уже, в принципе, я уже все руки сотру. И это, ребята, мы сняли только один клип. Первый раз запрыгнула, ребята. Все осталось на основной? Ой, или что-то. Там на основной, короче, что в моем телефоне. Потом повторяем клипы и учим танцы. Мы снимаем влог. Так, ребята, мы снимаем влог. Сейчас я целых два раза запрыгнула на лошадь без седла. Йоу! Йоу! Мы все отсняли, еее! Ну, почти. Вот такой у нас тут оператор. Уослик! Уослик! Прекрасная картина. Все-таки рядом. Пойдем все уберем и будем снимать дальше. Так, что я могу сказать? Я отсняла видео. Начало приветствия. Сейчас мы все собираем и несем в дом. И, наконец-таки, будем немного отдыхать. А потом дальше снимать, представляете? У нас прям съемочный гип-хит. Фух, нам еще столько дел предстоит. Мы сделали только одно видео. Вот о седло сейчас у Миши. Все, несем седло. Спасибо. Наконец-то. Едем. И сейчас мы будем смотреть, что мы отсняли на GoPro. Мы ждем уже этот лифт, не знаю, сколько минут. Целый час уже стоим тут и ждем. Вот новый лифт, и он здесь как-то по странной сфере приезжает. Сначала там всех соберем. Сейчас так чуть-чуть снимаю, а тут человек будет. И вот. Ура! О, никого. Да, он так бесшумно едет. Да, он так бесшумно едет. Короче, мы сходили к Жене опять. Мы искупались. Беремся в порядочек. Сейчас мы пойдем в магазин внутрь. Да, это растительное. Пойдем в магазин, купим себе еды. И будем тусить. Это что, в саналом? Итак, мы придумали новый челлендж. Кто быстрее съест чупа-чупс? Так что мы возьмем и что-нибудь сделаем с ними. Конечно же, берем сахар. Русский сахар. Потому что у нас, конечно, он закончился. И подвините. Мы вышли. Мы купили вот такой пакетищи. Ой, так темно. Вообще. В камере даже лучше видно. Вот мы несем. Вот эту бумажку мы, кстати, взяли, чтобы обклеить коробочку. Будем переснимать тот клип. Красота. А мне нравится. Солнце тепло. Да, тепло, кстати, очень. Ой, такая звездочка горит одна. Ой, перелазим. Наш любимый забор. О, я в канал и прыгал через препятствия. В 8 метра. О, моя гроза. Гроза, привет. Как тебе? Все, я жива. Все, мы пришли в конюшню. Сейчас будем все рассказывать. И все. Начать мы будем прямо вот здесь. Итак, ребятка. Ой. Сейчас мы проведем обзор покупочек. Две пачки чипсов с крабом. Два чупа-чупса. Конечно, сахар. Два вида конфет. Вот такие. Вот такие. И самое главное. Merci. Спасибо, что вы подписывали на мой канал. Самое главное, что держит нашу камеру. Пепс. Без калорий. А то мы сегодня похудели, не хотелось бы набрать. Что делать с нами ТикТок? Смотри, у меня здесь косметика. Что такое? Че-то не так. Она меня убьет. Точно. Марина, 17 годик. Вылетает. Я все задолбала. Не смогу. Все, устал. Я забыла, что мы снимаем влог. Так что мы уже стелим кровать себе. Вот так. Вот так я, собственно, выгляжу после всех съемок. И Женя вот. Женя, как всегда. Ой, свет мне в глаза светит. Всем, ребята, спокойной ночи. Женя уже там спит. И я буду тоже спать. У нас на часах где-то час ночи. Мы вроде бы сделали все, что и хотели. Вот. И завтра будем доснимать. Завтра еще целый день перевели на конюшни. Поэтому всем спокойной ночи. Как ловить зайца? Все ловим зайца. Давай, давай. Так. Мне бы сейчас перелист. В общем, мы можем поймать зайца. Вы знаете, что сложно ловить зайца? О, поймал! Ура! Все, поймался. О, это утро. Ой, доброе утро всем. Мы проснулись сейчас с 7 утра. Там орал еще петух за окном. Прям вовремя нас будил. И сейчас нам надо вставать и идти кормить животных. Там, тоси-боси. Зарядочку такую делать. По-моему, нужно сделать зарядку. Очень холодно. Ах, приседаем. Короче, мы придумали. Мы попьем чай. Я что-то сразу не додумалась до этого. У нас здесь еще осталось куча вкусняшек. Ну, чипсы и шоколад. Каньяк куча, в принципе. Но осталось. И сейчас мы попьем чай. И нам будет тихо. Что бы ни было вот этого, нужно делать вот это. Это синяки такие? Как будто я всю ночь спала. И так все идет. Все. Ну что, первым делом заходим в конюшки. Сейчас, если Марго не съест, все съела. Вау. Вау. Что такое мученькое? Такое вкусенькое. Такое вкусенькое. Ам. Мы дали, в общем, сено лошадкам, чтобы они перед тренировкой поели. Едем, чупики. Заходим опять в любимый лифт. Добрый. Добрый. Вот мы уже из конюшней очутились дома. Женя. Парус и мам. Утренничьи. Утренние как-то. Настроение как перепонистить. Мода. Утренний мода. Так. Доброе утро. Пока. Пока. Так как моя гоупружка заполнилась, то мы уберем еще Женину. И я перекачиваю файлы на флешку, чтобы освободить память. Время уже 28 минут. Я в 9 должна быть уже в конюшне, чтобы у меня был час для того, чтобы заседать вождь. А тут, посмотрите, сколько процентов. Ура. Итак, в 8.48 мы наконец-то перекачали. Бежим к конюшню. Ну что, let's go. Вторая тренировка. Второй день подряд. Космос, я сегодня с тобой буду. Все, идем за космосом. Га-га-га-га-га-га. Бей. Ну, вроде бы стало получше, хотя бы лучше, чем было до этого. Одна сторона всегда чище другой. Просто посмотрите, это как долинька. Тренировка уже как полчаса должна начаться. Мы уже все собраны. Я буду доедать чупа-чупс, который у нас остался с ночевки. Да, тебе нельзя чупа-чупс. Я знаю, ты хочешь. Свершилось. Мне дали пластырь. Ура, теперь я заклею свои мозольки. Здесь такие белые штучки падают, да? Какие-то цветочки. А от сирени, наверное, или что это? На коней падает. Так, ну давай уже, да, на один. Смотри, чтобы на камеру было. Вот, хорошо. Эй, эй, хорошо. На стеночку вставай. Сейчас штана найдет. Давай, Лен, давай. В рысь перевели. Перемен направления по диагонали на рысь. Все, и поехали галопом в другую сторону. Марина, ручки. Чуть уже ручки. Перед собой. Додвигай пол. Ты начинаешь работать, ножки додвигай. Вот так вот космоса, в принципе, отпустили. И он ест эту траву. В Болде у нас была первая конкурсная тренировка вообще за последнее время. Вот, отзанимались. Вроде бы более-менее нормально. Я, конечно, немножко разучилась. Космос достаточно спокойный сегодня был. Ну, даже несмотря на то, что мы тренировались с кобылой, как бы ничего такого не было. Вот. Я, конечно, уже отвыкла, но мне вот на нем прям удобно ездить к лопикам. Правда, у него очень медленная рысь. Нужно постоянно там поталкивать, чтобы он не расслаблялся. А так, в принципе, прикольно. Мне понравилось. Вот знаете, у меня после тренировок часто такое бывает, что падает настроение. Потому что я чувствую, что делаю что-то не так, прыгаю как-то не так. И когда ты верхом, кажется, что еще все более-менее. Но когда ты смотришь на видео, то, как это выглядит со стороны, то сразу осознаешь, что это просто кошмар. И самое обидное, что в теории ты все понимаешь, хотя в моем случае, видимо, не все. Как посылать, как ехать. Но вживую сделать это вы просто не можешь почему-то. Именно для этого и существуют тренировки. Я решила приобрести в Хоны онлайн школе Атлетика курс по конкуру и верховой езде. Там объясняют все от начала до хорошего уровня. Я знаю, что по-любому под этим видео найдутся люди, которые будут писать, что я езжу как-то не так, что я прыгаю как-то не так, что у меня ужасная посадка или что-нибудь еще. Можете не стараться. Потому что в дополнение к этим курсам у меня есть возможность консультироваться с хорошим тренером и присылать ему видео с тренировок, чтобы разбирать ошибки. Кстати, у меня есть промокод MarishaMT, который дает 10% скидку на все виды курсов в Хоны онлайн школе Атлетика. Только, внимание, промокод нужно писать прямо именно вот так. Все заглавные буквы именно на английском четко вот так. Тогда он будет действовать. И еще я, наверное, создам отдельную рубрику, где я буду снимать свои тренировки и совершенствоваться с помощью этого курса. Поэтому вы сможете следить за моим прогрессом. Мои ножки. В общем, мы уже успели покушать супчик. Жара, конечно, вообще. Утром было намного холоднее. Сейчас уже очень жарко. У нас прям лето прям вовсю идет. Хотя сейчас только начало мая. Сейчас мы идем в магазин за гречкой. Неудивительно почему. Да. Теперь все болит. Все мышцы болят. С непривычки. Вон я все мозоли себе... У меня зубы сгорели. У меня зубы, смотри, какие. Да, кстати, смотри. Блин, почему ты у меня всегда темлеешь? Кошмар. Прям солнце отлетелось. Да. Можно уже загорать прям по полной. Еще и мозоли все свои дотерло до конца. Да? У меня пластыри... Махито, наверное, нет. И мы такие... В полном вовсюм в магазине. Что мы купили? Мы купили мохито... И гречку. И гречку, да. Мы сейчас будем варить гречку и попив. И нас вкусно. Подлив будет и сечка, и аджики. Ну и, наверное, мы не знаем, как мы с чем-то так. Давай с ними как рецепт делать. За нас уже там все делают. Блин. Короче, режем мясо. Сейчас пойдем дальше посмотрим. Перезарочку на сковородке. Можно сало пожарить. А если нету масла под солнечным, то будет же вкусно. Потом чешем. Ну, естественно, потом жарим. И мясо. Потом варим. Вот. Мясо мы не жарим. Не жарим. А что мы делаем? Мы его ложим в кастрюлю с водичкой. Она у нас варится какое-то время, пока не варится. Ой, это долго. Дальше мы туда, короче, добавляем кетчуп. А аджику чуть-чуть, чтобы у слуги так было. Ну и можно что-то типа загустить или муку добавить. Ну и все, и будет готов. У вас мясо и подлив. Ну а гречка там понятна. Мне кажется, все знают, как варить. Да, если что, рецепт есть на упаковках. Очень вкусно. Да, советуем, так что делайте. Делайте и нас упоминайте. Да, и что-то варить. Все вкусняшки. И все, потом добавляйтесь. Заня уже умеет готовить. Все, все, все. Учитесь готовить на карантине. Я иду снимать видео на основной канал. Но не с ними. Это нам не пригодится. Лада. Вот. Я иду куда-нибудь туда. Помощница, ты где? Здесь. Сейчас мы находимся на канавязице. У нас маленькая альфикация. Помощник. Перес. Любят все вот в штате складывать. Семь. Восемь. Это так приятно. Я хочу. Смотрите, какая у нас красота. На улице. Ну, здесь отсняли видео. И там, возле канавязи отсняли видео. Канавязь. Ну, канавязь. Че тебе не нравится? Все, Алюся мне помогла. Мы идем, наконец-то, туда. Давай микрофон понесу. Нет, не надо. О, господи. В общем, да, мы идем в дом. Отсняли прям целое видео на основной канал. И еще я сняла приветствие. Смотрите, какой такой сход. Зачем проходить через ворота, когда можно так? Не знаю, зачем. Лошадь. Еще лошадь. О, шить, наверное. Барашки. Где барашки? вот когда мы проходили и снимали он не б он б мы зашли к Жене и тут еда и мы смотрим мультики вот что получилось из того что мы вам рассказывали как готовить гречку с подливой и мясом я надеюсь вы поняли потому что мы не смогли заснять процесс потому что сделалось очень быстро вот такая няма и и и и и и и и Музыка 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 Все, мы всех попоили, покормили в зоопарке животных и все. Музыка Мы с Марго вышли и хотим пойти на полянку попастись и заодно я с ней немножечко поработаю в руках. У меня есть несколько уроков из курса Аницы Крыловой, поэтому я хочу их попробовать применить. Где-то через час уже за мной должны приехать родители, поэтому последний час я хочу провести с Маргошей, что-нибудь с ней там повторить из того, что мы учили. Ну и также попасти, почему бы и нет, просто так на релаксе провести последние часы в конюшне. Эти два дня пролетели достаточно быстро, но мы много что смогли и успели сделать. Особенно два дня и целых две тренировки у нас было. И я поездила как на Марго, так и попрыгала, так и на космосе. Это просто шок. Еще я надела вот такую кобойскую шляпу, чтобы мне не напекло солнце, потому что у нас мега жара. Мне кажется, градусов 28 сейчас точно есть. У нас прям реально полноценное лето. Даже летом не всегда была такая погода. Такая погода была только в июле. А сейчас просто начало мая. Ладно, сейчас мы будем заниматься с Маргошей, пока она не начала очень бурно есть траву, пока я могу ее еще оторвать от этого. В общем, в итоге мы начали учить трапецию. В принципе, я этого хотела. Начать учить трапецию. Еще я хочу начать учить в Марго команде апортировка. Также эти два урока у меня из курса Аниты Крыловой. И мне они очень нравятся. По ним безумно удобно учить лошадь. И реально есть результаты даже на первом занятии. Это просто шок. Жамбет я учила Марго как раз таки по курсу Аниты Крыловой. И это пока единственная команда, которую знает Марго. И, конечно, самая базовая команда это трапеция. Поэтому я тоже хочу ее поскорее научить. Такие дела. Сейчас мы немножко попасемся. Я уже сбилась со времени. Сколько сейчас не знаю. Посмотрю. И последние минуты мы попасемся. И все. Вот и все, ребята. За мной уже приехали родители. Я наконец-то поеду домой. Конечно, хотелось бы остаться здесь еще и еще и еще побольше. Вообще, здесь можно было бы жить даже. Но мне нужно идти домой. Монтировать все эти видосики. Я надеюсь, вам понравилось взять блогишний блог. 24 часа наконец-то. Здесь даже получилось больше, чем 24 часа. В общем, я здесь пробыла целых два дня. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите в комментариях ваши идеи. Хотите ли вы еще больше блогов. Хотите ли вы, чтобы я еще оставалась на ночевку и показывала вам, что мы здесь сделаем в конюшне. Смотрите мои новые видео. И всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok